А посте в слово шестое. Снова время поста, снова повод к веселью, снова зрелище подвигов, снова звук трубы Христовой, возвещая прекрасное состязание, собирая борцов на бой, снова возвещая ежегодное пришествие Христа. Очистим же все себя, чтобы достойно принять Его. Ведь если возвещение прибытия смертного царя заставляет тех, которые собираются принять Его со страхом и трепетом приготовлять домы свои, чтобы доставить достойно жилище тому, кто будет обитать в нем, то насколько более мы, готовящиеся принять истинного царя, должны соделать себя достойными перед тем, кто будет обитать в нас. «Пусть сегодня предстанет нам пророк Иеремия, который, будучи послан Господом, услышал от него, «Вот, я поставил тебя сегодня над народами, чтобы ты искоренял и насоздал, разрушал и созидал» — Иеремия 1.10. «Послушаем Его, это Он уготавляет храмы царя Великого, искореним похоти, насадим воздержание, раззарим нечестие, будем созидать добродетели, изгоним ложь, истязаем истину, отринем гордость и принесем покаяние, истребим гнев и заменим его кротостью». Христос говорит, «На ком упокоюсь? На кротком и молчаливом и трепещущем слов моих». Исход 65.2. «Не приготовляй дома из камней, Всевышний неврукотворенных живет». Деяние 7.48. «Приготовь храм, одаренный разумом, укрась его добродетелями, настоящее время способствует в этом тебе». О нем Павел говорит, «Вот время коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром этим как не пользующиеся, потому что проходит образ мира этого». 1 Коринфянам 7.29.31. «Нет нужды ни в золоте, ни в серебре, нет нужды в драгоценных камнях и обширных зданиях, нужны только чистая душа и искреннее раскаяние. Предвестники земного царя, возвещающие прибытие его, не несут ничего небесного, но только все земное. Один щиты, другой латы, иной золотых драконов, тот позвращенный одежды, сам же царь несет на себе саму власть над всем, Порфиру и Диадему. Предтечи же небесного царя не несут ничего земного, но все достойное царя. Моисей возвещает закон царский, Исаия – пост, Иеремия – молитву, Иоанн – крещение, покаяние. Сам же царь несет Порфиру и Диадему, посредством которых делает свободными всех. Его Порфира – тело, Диадима – слово. Увидав его, Иоанн взывает, говоря, Мы все отчасти. 1 Коринфянам 8,9 Моисей дает Израилю закон, Исаия пророчествует Израилю, точно так же Иеремия, Я же возвещаю миру крещение, покаяние. Но никто не дает свободы. Пришел тот, кто имеет власть над всеми. Он есть возвещаемый нами. Он есть царь славы. Он дарует благодать не одному народу, но становится спасением всему миру. Агнца имел и Ветхозаветный закон, но он заколался за один народ и не отпускал грехов, так как только был образом. После этого Исаия возвещает Агнца. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как Агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. Род же его, кто исповесть. Суд его, от него взяться. Исаия 53, 7, 8. Это истинный Агнец, возвещенный на словах ныне же, являющийся в действительности. Это тот Агнец, который предал себя за весь мир. Это Агнец Божий, землющий грех мира. Пророки посредством Писания предсказывали будущее, но не открывали самих событий. И если последние совершаются в действительности, они подтверждают истину написанного. Давид пророчествовал о том, что должно было совершиться с Иисусом. Но так как исполнение этого еще не наступило, то и Писания по домостроительству Божию были покрыты тенью. Если бы иудеи знали, что написанное подтверждается действительности, они из страха быть обличенными ею уничтожали бы Писание. Так Давид говорит во втором псалме, зачем метутся народы и племена замысляют тщетное. Восстаются реземные князья, совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Зарасторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Говоря же о кресте, сказал в двадцать первом селме об удовшем и апсимнозе. Тучные воссанские окружили меня, ибо псы окружили меня, скопище вздых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище. Эти слова были тенью, когда же исполнилось то, что было возвещено ими. Тогда тень исчезла, иудеи видят, пригвожденные ими самими руки и ноги, обличаются своими собственными книгами, в которых содержатся указания на это, и уже не в состоянии уничтожить написанного. С совершенной очевидностью исполнились оба предсказания. Писание оказалось согласным с действительно случившимся. Исайя говорит, он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, как агнец, предстригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят. Вро народ его, кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступления народа моего прихерпел казнь. Иудеи читали Писание, но не понимали его действительного значения, так как закон имел тень будущих благ, а не самый образ. Евреям 10.1 Когда же настало время исполнения предсказанного, истинный агнец веден был на заклане. Истинная овца приносилась в жертву за весь мир. Совершилось действительно очищение людей. Пробивалась истинная кровь за спасение всего мира. Иудеи совершили это. И после того, как исполнилось пророчество Исаия, иудеи были посреблены. Если же иудеи захотят отрицать это, я приведу им в освидетельство Давида, приведу Исаию, обличу их на основании их же собственных писаний. Защитником неотносительно распятого является и Моисей. Он, желая возвестить им о том, что имел быть распят на кресте, возвестил это через письмена. Поэтому говорит, если умолчу я, то возопьют самые дела. Какие же дела? Этого не знают иудеи, так как пребывает тень закона. Но приходит время, когда дела становятся ясными, тень исчезает, и события находят себе подтверждение в Писании. Некогда в пустыне появились змеи и стали уязвлять людей. Тогда Моисей сделал медного змея и пригвозил его ко кресту. Повелев всякому, укушенному змеям, подходить и получать исцеление. Бог благоволил сначала и видеть это в образе, для того, чтобы когда явится истина, тень исчезла, и образ показал истину. А что это событие было образом истины, так открыл Моисей. Это не есть истина, это образ. Истина имеет прийти. Вы увидите жизнь, вашу висящую пред глазами вашими, ночью и днем, и не будете уверены в жизни вашей. Жизнь висящей пред иудеем он называет Христа, так как иудеи не верили, что он есть действительно жизнь. Но почему Моисей повесил змея на кресте? Во образ Христа, так как трех грех произошел через змея и через древо, то надлежало и Христу уничтожить происшедший через древо грех, древом же и истребить проклятие, постигшее нас через змея, приняв его на тебя, чтобы, соделавшись за нас клятвой, даровать нам правду Божию. Он ведь не знал греха, но был распят за нас, чтобы мы сделали с правдой Божией. Змей же, повешенный на древе, не был истиной, он был образом. Тень же скрывал истину. Явилась истина Христос, вошел на древо. Тогда я приведу иудеям слова Моисея и загражду уста их, и вы увидите жизнь вашу, висящую пред глазами вашими, ночью и днем, и не будете уверены в жизни вашей. А как вам сказал о нем блаженный Давид? Вошел на высоту, пленил плен, дал дары для человеков. Вошел на высоту, то есть на крест, пленил дьявола, разрушил смерть, пригвозил грех, уничтожил проклятие, не зверг змея с древа. С явлением истины отвергаются образы. Он воздвигает знамя победы против дьявола и дает тем, которые слушают его. Власть над дьяволом, говоря им, за вас я был под клятвой, за вас я под законом, за вас я под свидетельством, ради вас война, ради вас победа. Вот я дал вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Аминь.